Я считаю, что бизнесмен не должен быть премьер-министром. Не должен быть. Должен быть государственник. А вот у большого государственника, а я лично бы, только не надо кричать на меня, если бы человек наподобие Азарова сейчас возглавил кабинет министров, понимаете, или я скажу даже Азаров, но я думаю, что тут начнется вой такой, но как специалист, как человек порядочный, да, ему же ничего таки не доказали. Все, уже санкции снимают. И самое главное, что он был в ревновидал на всех политических бизнесах. Смотрите, он сам ушел. Когда, да, еще до начала фактически всех этих кровавых событий, он же просто взял и ушел. Сказал, не хотите, вы меня разменяли, я ушел. Но лучше, чем Азаров не было у нас премьер-министра. Это на мой взгляд. А Тегибко, вот если бы Тегибко работал с Азаровым и возглавлял экономические направления касательно бизнеса, супер, а Дубилет, как он сказал, хороший мальчик, да, хороший мальчик, но еще сильно садик, понимаете. Ему нужно еще расти, учиться, учиться и учиться, и он тоже коммерсант все-таки. Власне, от мы защипаем такую тему, с которой вы погодилися, а сейчас, бачу, что это уже начинается за столом, власне, справжняя дискуссия. Пань Виктория, против того, чтобы бизнесмены заработали гроши у влади, потому что основная мотивация бизнесмена, каждый вечер подраховывать на стихи миллионов или тысяч, он стал богатшим. Державницкая работа – это работа на перспективу и вытягивание с дырки, теперешней, которая есть. Ваша, все-таки, точка зору поменялась? Аргументации достаточно Виктории Шиловой или нет? В свое время я работал в проекте «Большая политика» с Евгением Киселевым, и Сергей Леонидович Тегибко тогда пришел на прямой эфир, и, по сути, он тогда спалил свой рейтинг, потому что он в запале сказал то, что не должен говорить политик, и я его за это уважаю, потому что слишком много у нас политиков, мало практиков. Он сказал, что нельзя слушать электорат, ну, когда ты делаешь реформы. И вот этот человек может делать реформы, несмотря на электорат. Без реформ мы все равно никуда не выйдем. Вы отходите от питания. Питание было такое, каким чином бизнесмен мое думать не за властный бизнес, не за сростание, або сбережение властного бизнеса, а за сростание державы. Смотрите, у нас есть какая-то… Это конкретный ранг категории державного службовца. У нас есть какая-то мифология, что бизнесмен не должен быть во власти, при этом у нас бизнес с властью давно очень взросся, прекрасно себя чувствуют и танцуют вместе. И чего корисного в Украине от этого? Ничего корисного. Но миллионер стал миллиардером. Питание в том, что нам нужно нарешті скинуть эти рожевые окуляры и зрозуметь. Нам нужна людина наразе, яка, по-перше, заспакует суспільство, потому что вот по последним данным, инсайдерским… Знаете, какой антирейтинг у Гончарука? 64%? 25-30% минус. У него 3-4% плюс и минус 25-30%. В визове, ваша визове паня Виктория сказала про технократа Азарова, який в той ситуации, и, возможно, в той ситуации политизованной, был бы набежен. Азаров – это все. Ну, то есть это раскол Украины сразу же. Вы же сказали, Тегибко, молодец, сказал, что не нужно обращать внимание на электорат, чтобы делать реформы. Не обращайте внимания, что скажут, например… Это слишком задевает очень чувствительные свои… А почему не Азарову? Почему? Ну, потому что… На него ничего нет? Я согласен. Николай Янович сам ушел. На него ничего нет? Все замечательное. Он вне политики сейчас. На него ничего нет? Но это сигнал того, что все, что было, это было бессмысленное направление. То есть нам, мы готовы пожертвовать Украиной, но только чтобы Азаров не был премьер-министром, хотя он был лучшим премьер-министром. Я не знаю Азарова вообще, я с ним никогда не общалась, понимаете? Ну, просто я вижу показатели Украины времен Азарова, и я вижу показатели… Я, до речи, с ним Азаровым в друзьях в Фейсбуке, и я дуже поважаю его, власне, как аналитик.